Численность бездомных собак в Одессе снизилась до 20 тысяч особей. По информации мэрии, этого удалось достигнуть за счет городской программы по регуляции численности бездомных животных, которая действует с 2007 года и заканчивается в этом году. Что такое гуманная регуляция численности, кто ее осуществляет и продлят ли программу в будущем в сюжете Александра Павлового. Одесса один из самых продуктивных городов Украины в плане уменьшения численности бездомных собак. С 2007 года действует муниципальная программа по регуляции численности бездомных животных. Результат ощутимый, говорят в мэрии. Из них уже отработаны, обработаны и привиты, и стерилизованы. Партнер городской программы уменьшения численности животных – так называемый немецкий приют. Тут проводят стерилизацию животных, которых привозит городская служба отлова. В среднем где-то от службы отлова привозят около 300 животных, примерно. И около 100-150 животных от населения привозят. Все животные здоровые, клинически здоровые животные, все проходят стерилизацию. Потом они у нас содержатся несколько дней на вольерах под наблюдением. То есть смотрим, чтобы дальше у них все было хорошо. Смотрим швы, состояние здоровья. И потом отдаем обратно службе отлова, для того, чтобы они вернули этих же животных на то место, где они их слабили. Если животные приходят от населения, скажем так, то люди сами приезжают, забирают и вывозят в те дворы, где жили раньше эти животные. Это гуманный способ уменьшения численности животных. Он имеет свои преимущества, рассказывают представители немецкого приюта. А так как век жизни бездомной собаки не очень большой, ну вот наш век врач может вам лучше на это ответить, это может быть в среднем 4 года, да? 4-4,5. 4-4,5 года. То убыль происходит естественным путем, а на это место не приходит потомство. И это очень важно. А собака, которая остается у своей коронки, она занимает это место и пускает туда других, чужих собак. Однако даже при такой регуляции в городе появляются новые бездомные собаки. К нам начали массово в телефонном режиме поступать жалобы одесситов на то, что в их дворах появились какие-то ранее не обитавшие там стаи животных. По некоторой информации, прирост происходит за счет пригородов Одессы. Либо собаки периодически сами иммигрируют в город, либо их сюда вывозят целенаправленно. В связи с этим в Одессе рассматривают вариант создания аналогичных программ регуляции численности бездомных животных в близлежащих населенных пунктах. Это и Коминтерновский, это и Беляевский, это и Лидеопольский район, город и плода. Это, мы считаем, будет более эффективно в плане реализации того, чтобы численность этих животных не возрастала в нашем городе. Потому что зачастую же собак из тригородных районов привозят к нам в город и бросают. За счетом того, что здесь работает служба и здесь собаки стерилизуются. Мы можем работать и с областными собаками тоже. Это предусмотрено нашим уставом. Но тогда должна быть правовая база. Тем временем в мэрии говорят, программа, скорее всего, будет продлена до 2020 года. А общественникам, которые критикуют действующие документы его исполнения, предлагают вносить конструктивные предложения. Александр Полуев, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.